Друзья, я всех приветствую! Мы вновь находимся в BM&G и сегодня, как вы видите, у нас будет что-то, нечто ужасное. Замечательная, прекрасного цвета пятерочка, которая так сливается с дисками. Господи, она прелестна! Но ее водитель не совсем прелестен, так как он один из хулиганов райончика. И вот он на своей тачке решил поглумиться и прокатить своих друзей. Но, в принципе, все радуются, друзья здесь сидят, аплодируют. Он с уверенностью, с огромнейшей уверенностью жмет газ в пол. Друг его держится, но почти держится. Держись, братишка! Братишка, держись! И впереди, как вы видите, стена. Он ее не замечает. Замечает, но очень поздно и... Неужели его друг пролетит мимо стены? Все-таки, друг, жопой, сбивает стену. Посмотри... О, боже мой! И задней частью пятерочка также сносит эту стену. Вся стена разлетается в клочья. Давайте ускорим время. От такого удара, навряд ли, мне кажется, можно выжить. Вся инерция, которую набрал во время хода, наш дружище потерял. Он всю ее потерял ударом об стену, а наша пятерка тем временем перевернулась. Посмотрите, что стало с этим человечком. Ну что, друзья, давайте попробуем повторить подобное, но теперь будем разгоняться более-менее спокойно. И самое важное, что я хочу, так это, чтобы наш человечек, да, врезался в стену без автомобиля. Для этого мы нажимаем резкий тормоз примерно здесь. Наш чел отлетает. Вы посмотрите, как он красиво несется. Все, пятерка жива. С пятерочкой у нас все в порядке, но его друг прямиком летит в эту стену и бац! Вот это удар! Его отбрасывает обратно и хоть бы его, главное, не завалило кирпичиками, но удар был настолько жесткий, что, опять же, навряд ли он после этого выживет. Но, смотрите, пятерочка у нас спокойненько ездит после этого. Даже не поцарапалась. А сейчас, друзья, давайте попробуем без тормозов. Напрямую врежемся в стену, но при этом у нас останется дружок на капоте. Пятерочка очень резвая и скорость довольно мощная. Вот это будет красиво. Вот это будет очень красиво. 120, 130 практически. И мы на полном ходу влетаем. Смотрите, он первый. Я думал, что он влетит головой, но нет. Все-таки первое касание делает пятерка. Но и нашему дружку тоже не... О, господи! Еще и лобовым! Боже! Посмотрите, все! Его размазало. Его размазало кирпичами. Лобовым. Здесь я могу с абсолютной уверенностью сказать, что шансов у нашего друга, сидящего на капоте, просто не было. А теперь давайте увеличим скорость и посмотрим, докуда же все это дело долетит. Не мягкое приземление, но что же там уже приземляется? Посмотрите, где голова. Голова на спине находится. Даже не на спине, она уже на жопе. Жопа вместо головы. Голова вместо жопы. Как такое возможно? Во что это превратилось? Посмотрите. Все, здесь у нас конец. Что это такое еще кирпичиком его додавило до конца, можно сказать? Ну, конечно, конечно, самая веселуха у нас впереди. Ёш! Вот это было мощно. Вот это, друзья, было очень мощно. Я даже не успел затормозить, но удар был настолько сильный. И первым 100% коснулись как раз таки друзья, которые сидели на машине. Господи, вы посмотрите, он еще проезжается. Второй падает. Пятерка засасывает, засасывает своего друга. Увеличиваем скорость. И посмотрите, его наматывает на колесо. Двоих, двоих наматывает на колесо. Вы только посмотрите, что стало с их ногами. Они перемолоты. Друзья, я безусловно с вами соглашусь, если вы скажете, что это напоминает какую-то групповушку. Но что ж поделаешь? Ведь нужно все-таки осуществить то, что мы хотели. Они кричат. Они кричат. Плис, стой, 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 стой. Но он их не слушает, потому что ему забавно. Он видит стену. Испугался, затормозил. Но его друзья, как вы видите, в эту стену долетают первыми. И все трое, посмотрите. Какой удар. Вот это невероятный удар. А наша пятерочка остается целой. Обратите внимание, кирпичами заваливает. Посмотрите. Вот это жестко. Вот это жестко завалило нашего друга. Но пятерочка, как я понял, тоже не совсем, наверное, целой останется. Да. К сожалению, ей тоже не очень повезло. Друзья, то, что вы сейчас видели, это абсолютно ерунда с тем, что сейчас будет. Это будет ужас. Это будет капец. Какого хрена вы спросите? Какого хрена? Я тоже скажу, а какого хрена? Посмотрите. Посмотрите, что сейчас произойдет здесь. Прямо на ваших глазах. Эти трое друзей, которые здесь отдыхают, пьют пиво, курят. В них на полном ходу вписывается пятерочка. О, бац. Боже ты мой. Вы только посмотрите, насколько высоко улетает пятерочка. А наши друзья, один ударяется о стену. Ох ты ж, блин. Вот это жестко. И еще одно. Нет, нет, все-таки об крыше он не ударяется, но летит. Прямо в окно, что ли? Нет, в окно не летит, но также удар жесткий об стену. Боже, это ужасно. Это ужасно. А наша пятерочка до сих пор. Посмотрите, на какое расстояние она смогла улететь. Очень красиво сейчас, скорее всего, будет. Посмотрите. Вот так вот. И об угол. Давай. Опа. Замечательно. Замечательно. Красиво. Ребят, машина перестала заводиться, к большому сожалению. Они пытались посмотреть, что же там в капоте. Ничего не нашли. И начали с толкача ее заводить. Как вы видите, один спереди, отталкиваясь ногами, пытается тащить ее на себя. А сзади двое других помогает. Помогает ее толкать. И все бы, друзья, было бы хорошо, если бы не затупивший водитель за рулем Нивы. Который выезжает на встречную полосу и на полном ходу протаранивает пятерочку. Боже, мне даже страшно подумать, что сейчас будет с этим бедным парнишей. Посмотрите, он даже ни о чем не подозревает. Господи. О, черт. Одни ноги остались. Посмотрите, одни ноги. Металл слился с металлом. Те, кто толкал сзади, отлетают, соответственно. Посмотрите, остается след. Да, мне больше всего жалко именно этого паренька, которого просто зажало, спрессовало между двумя автомобилями. Вы посмотрите, как он телом вмял. Вмял багажник. И оставил невероятный след. Ну что, давайте проведем спецоперацию. Приезжает у нас МЧС. Видит, что торчат одни ноги у чувака. Понимает, что там все уже закончено, да? Жизни, как говорится, нету. Давайте попробуем подлечь, что ли, посмотреть. Ничего, ничего не понятно. Груда металла. Давайте попробуем оттащить. Слушайте, все усилия по расцепке практически ни к чему не приводят. Итак, друзья, мы расцепили. Мы их расцепили. Можно сказать, краном приподняли одну машину. И посмотрите, что осталось от человечка. Слушайте, я не думал, что текстурку так разрывает. Его еще поддавило. Смотрите, он противник говорит, вытащите меня отсюда. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Все, друзья, мне удалось. Мне удалось вытащить его из этих завалин. И все, что осталось от нашего друга. Посмотрите, какая огромная дыра. Господи, что это такое? Что это такое? Насквозь его пробило. Ну, понятное дело. Это уже какой-то монстр. Друзья, если вы хотите еще подобные ролики с этими манекенами, а я планирую их также посадить внутрь автомобиля, поездить на фурах, позбивать их, да? Это будет очень жестко, я согласен. Но довольно интересно и поучительно. Если понравился ролик, ставь лайк. И спасибо тебе за просмотр. Всего тебе хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok